Глава 7 под заголовок 8. Невозможность отступления с голландских высот. Эти же проблемы, стратегическая глубина и водные ресурсы являются столь же значащими факторами в контексте обсуждения вопроса о будущем голландских высот. На этом фронте предлагаемые левыми уступки также крайне опасны для Израиля. Голландское плато, возвышающееся над истоками Ордана и над озером Кенерет, обеспечивает контроль еще над 40% израильских водных ресурсов. Отказ от этого контроля обеспечит Сирии возможность «иссушить» Израиль как в прямом, так и в переносном смысле слова. Даже самые убежденные сторонники отступления имеют веские основания для того, чтобы трижды задуматься над такой возможностью, прежде чем они предложат «мир», в кавычках, основанный на израильском отступлении с Голланд. Голландское плато возвышается примерно на 1300 метров над плодородными полями долины Хула. Подобно вершинам Иудеи и Самарии, эти высоты представляют собой естественный барьер, защищающий Израиль от вторжения с северо-востока. Голланды напоминают Иудею и Самарию и своими малыми размерами. Их ширина не превышает 25 километров в самом широком месте. В этом состоит существенное отличие голландских высот от Синайского полуострова, ширина которого составляет 200 километров. Израиль мог проявить исключительную щедрость, вернув Египту безводный Синай ради обеспечения мира на своем западном фронте. Но на восточном фронте, в Иудее, Самарии и на Голланах не имеется достаточного простора для подобных уступок. Это станет совершенно ясно, если мы примем в расчет три крупнейшие арабские армии, которые могут представлять угрозу существованию Израиля – армии Египта, Сирии и Ирака. Мощную египетскую армию отделяет от наших границ Синайская пустыня, обеспечивающая Израилю необходимую стратегическую глубину, даже в том случае, если Египет нарушит мирный договор. Израиль побеспокоился о том, чтобы из текста договора однозначно следовало, что появление египетской армии на Синае означает войну. Иракская армия, которая стремительно восстанавливает свою мощь после поражения в Кувейте, отделена от Израиля и Орданской пустыни, буферной зоной примерно такого же размера, как Синай. Хотя армия Иордании, контролирующая это пустое пространство, хорошо подготовлена и оснащена, она все же слишком невелика, чтобы представлять самостоятельную угрозу для нашей страны. Израиль всегда решительно заявлял, что он рассматривает всю территорию Иордании как буферную зону и ни при каких обстоятельствах не позволит иностранным силам войти в Иорданию. Эта декларативная позиция обеспечивает безопасность Израиля, но в такой же степени она защищает и короля Хусейна от агрессивных посягательств его арабских соседей. Во время войны в Персидском заливе Израиль неоднократно подчеркивал, что если иракские силы под тем или иным предлогом окажутся на территории Иордании, это приведет к началу полномасштабной войны. В 1970 году аналогичное израильское предупреждение вынудило сирийскую армию отступить из Иордании, на территорию которой она вторглась в ходе вооруженного конфликта между палестинскими организациями и хашемитским правительством короля Хусейна. Большинство граждан Израиля решительно возражают против создания государства ООП в Иудее и Самарии, поскольку такое государство сможет вступить в союз с Ираком и другими радикальными силами в арабском мире. По сути дела, палестинское государство сведет на нет значение буферной зоны, простирающейся к востоку от границы Израиля. Итак, наземная защита Израиля перед лицом двух мощных арабских армий – египетской и иракской – обеспечивается с помощью двух значительных буферных зон Синайского полуострова и пустынных районов Заярдания. Но на севере Израиль не имеет той стратегической глубины, которая могла бы обеспечить ему защиту от сирийской армии, одной из крупнейших армий мира. Большинство сирийских дивизий постоянно развернуто на широком равнинном плато между Дамаском и Голландскими высотами в 25 километрах от Галилеи и в 75 километрах от Хайфы и побережья Средиземного моря. Если египетской и иракской армиям необходимо несколько дней для того, чтобы переместиться из района в своей нынешней дислокации к израильской границе, то сирийская армия сможет оказаться в непосредственной близости от густонаселенных районов Израиля всего за несколько часов. Единственная преграда, стоящая на ее пути – это ограниченный контингент Цахала на Голландских высотах. Этого контингента сегодня достаточно для обороны Израиля, поскольку в результате шестидневной войны стратегическая ситуация на израильско-сирийской границе изменилась коренным образом. Теперь солдат Цахала взирают на сирийские позиции сверху вниз – с Хермона, с горы Авиталь, с укреплений, расположенных вдоль линии вулканических холмов на восточной оконечности Голландского плато. Эти доминирующие позиции компенсируют Израилю отсутствие стратегической глубины в районе сирийской границы. Не случайно Израиль настоял на своем контроле над этими позициями в ходе переговоров о прекращении огня в 1974 году. Несмотря на раздраженную реакцию американских посредников, не желавших понять, почему израильское правительство, во главе которого стоял тогда Ицхак Рабин, «упрямится из-за нескольких километров». Рабин подтвердил свою точку зрения по данному вопросу накануне выборов 1992 года, когда он сделал следующее заявление. «Тот, кто решит спуститься с голландских высот даже в мирных условиях, подвергает нестерпимой угрозе безопасности Израиля». Тем не менее, вскоре после выборов стало ясно, что правительство Рабина готово отступить с голландских высот в обмен на заключение формального мира с Сирией. Похоже, большинство левых министров закрывают глаза на причину, по которой сирийская граница была самой спокойной из всех границ Израиля в течение 20 лет. За все это время там не было произведено ни единого выстрела. Причина спокойствия на Голланах вовсе не связана с желанием Асада соблюдать условия подписанного им соглашения о прекращении огня, как наивно полагают некоторые сторонники отступления. В Ливане, например, Асад нарушал и нарушает все свои обязательства, в том числе Таивское соглашение о выводе сирийских войск из этой страны. Точно так же он многократно нарушал свои обещания Турции о прекращении деятельности курдского повстанческого движения с сирийской территории. Дамаск не соблюдает соглашение с Израилем, достигнутое в 1976 году при посредничестве США. Это соглашение предписывает Сирии существенно снизить наземную и воздушную активность своих войск на территории Ливана. Причина же того, что Асад аккуратно соблюдает условия соглашения о разведении войск на голландских высотах, предельно проста. Он знает, что произойдет в случае, если это соглашение будет нарушено. Следует помнить, что до 1967 года, пока Сирия контролировала голландские высоты, израильско-сирийская граница оставалась постоянной ареной вооруженных конфликтов. Израильские поселения в долине Хула и на берегах Кенерта в течение 19 лет подвергались обстрелам с сирийских позиций, расположенных на западном склоне голландского плато. Сирийцы не сразу поняли значение происшедших перемен, когда в ходе шестидневной войны Цахал занял голландские высоты. Шесть лет спустя, в октябре 1973 года, Сирия вновь напала на Израиль, и уже через несколько дней израильские танки и артиллерия оказались у ворот Дамаска. С тех пор на границе установилось спокойствие. Асад понял, что пока Цахал контролирует свои нынешние позиции на Голланах, Сирия не имеет реальных шансов на одержание военной победы над Израилем. Именно поэтому сохранение израильского контроля над голландскими высотами является важнейшим фактором поддержания мира на границе с Сирией. Если этот фактор будет заменен формальным мирным соглашением, объективные условия сохранения мира и стабильности в регионе утратят силу. Израиль лишится естественного горного борьера, защищающего его на северо-востоке, и Сирия вновь обретет реальную возможность втянуть нашу страну в кровавый и опасный конфликт. Продолжение следует...